Белорусская народная сказка Копали корни растений и запасались ими на зиму, а больше всего запасались орехами и медом. Пчел было много, и водились они в дуплах, да и в земляных норах. Люди искали пчел в дуплах, а кто первый находил их, тот обвязывал то дерево веревкой, и никто уже не имел права их трогать. А жил в ту пору один человек, несусветный лентяй, не хотелось ему самому пчел искать, вот и выдирал он чужих. Жилось тому лентяю неплохо, раздобрел он на чужом меде, толст сделался, как колода, да вот беда, трудно стало ему на деревья за медом лазить. Стал он раздумывать, как бы такое сделать, чтобы легко было на деревья лазить, но ничего не придумал. Проведал однажды лентяй, что живет за семью лесами, за семью болотами такой колдун, что все может сделать. Пойду, думает к нему, может он сделает меня легким. И пошел он к тому колдуну, идет лесами, смотрит липа перевязанная. Подошел он к липе, а там дупло совсем низко и полно в нем меду. Выдрал он мед из дупла, наелся и пошел дальше. Идет, а тут вскоре и другая липа перевязанная с пчелиным дуплом. Выдрал он мед из этого дупла. Долго ли, коротко ли шел он, наконец дошел до землянки, где жил тот колдун. Постучал в землянку, никто не отвечает, нету хозяина дома. Сел лентяй и сидит. Вдруг видит перед самым носом у него липа с дуплом. Привык лентяй чужих пчел выдирать, и тут не удержался. Только начал он драть мед, да за обе щеки уплетать, глядь, и хозяин идет. Посмотрел колдун на лентяя, покачал головой и говорит. Ну, человече, за такую злую работу будешь ты отныне только и делать, чтоб пчел драть. И обратил колдун этого лентяя в медведя. Вот откуда и взялся медведь. А кто не верит тому, пусть поймает медведя, да сам спросит у него, так ли оно на самом деле было, как в сказке сказано.